Татар Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности. Добрый день. Благодарим вас, что пришли к нам на интервью. И первый вопрос о итогах прошлого года. Что удалось реализовать в вашем августе? 2018 год был знаковым годом для пенсионной системы нашей страны и, наверное, насыщенным по объему и поставленным задачам перед органами пенсионного фонда. Мы в полном объеме и установлены законодательством сроки, выполнили все обязательства. Без боев осуществили выплату пенсии, пособий, иных социальных выплат более чем 1 миллиона 151 тысяч татарстанцев. И бюджет по расходной части у нас на сегодняшний день составил 205 миллиардов рублей. Также традиционно в январе, феврале, апреле и августе мы осуществили индексацию пенсии, пособий, единовременных денежных выплат и традиционный перерасчет. Корректировку страховых пенсий работающих пенсионеров. Что ожидает получатель пенсии в этом году? В текущем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%. Таковых у нас в республике 800 тысяч граждан. Также получается, что стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, с учетом этой индексации, она возрастет и составит в текущем 2019 году 87 рублей 24 копейки. И фиксированная выплата к страховой пенсии составит 5334 рублей 19 копейки. Но я отдельно бы хотел обратить внимание, что вот этот перерасчет, он индивидуальный для каждого гражданина. То есть, допустим, если пенсионер буквально в декабре 2018 года получал страховую пенсию в размере 15 тысяч, то у него индексация составит больше тысячи. Но если он получал, допустим, 10 тысяч, то индексация составит где-то 700 рублей. То есть для того, чтобы неработающим гражданам узнать размер своей прибавки, они, по сути дела, должны свою страховую пенсию умножить на 1,0705. То есть найти те самые 7,05%. Но надо понимать, что умножать надо именно страховую пенсию без учета различных дополнительных добавок и льгот. Идем дальше. У нас в этом году повышений много. То есть с 1 ноя вот этого текущего года прибавку дополнительную получат граждане, которые имеют 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживают в сельской местности. Это 25% от фиксированной выплаты, то есть это 1333 рубля. Это сумма именно для получающих страховую пенсию. И инвалидов первой и второй группы. Для инвалидов третьей группы это 667 рублей. По нашим расчетам в республике таковых граждан где-то 50 тысяч граждан. То есть те люди, которые в полном объеме выполняют все вот эти требования. А требования, повторюсь, это наличие большого стажа 30 лет именно в сельском хозяйстве. И которые на сегодняшний день фактически реально проживают в сельской местности. Отмечу, наверное, важный момент, что специально обращаться в органы пенсионного фонда таким гражданам не нужно. То есть специалисты пенсионного фонда придут эту индексацию самостоятельно на основании тех данных, которые содержатся в пенсионном деле. Если же у граждан, допустим, есть какие-то дополнительные документы касательные работы в сельской местности, то они могут быть представлены в территориальное управление пенсионного фонда по месту получения пенсии. Повышение также коснутся и льготников. То есть буквально с 1 февраля будет индексация на временных денежных выплат ЕДВ и наборы социальных услуг НСУ для участников войны, инвалидов и другим федеральных льготников. Таких у нас, между прочим, в республике где-то порядка 340 тысяч. Дальше, затем, с 1 апреля будет индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий. Таковых в республике где-то 82 тысячи. И прогнозные, отмечу именно внимание, что прогнозные проценты индексации составляют 2,4. После этого, опять-таки, традиционно с 1 августа мы проведем корректировку пенсии работающим пенсионерам на основании всех страховых взносов, которые за них выплачивал работодатель. Но здесь надо понимать о том, что данная цифра, данная сумма ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Сейчас все индексации по расчету проходят автоматически, буквально не выходя из том, это можно все провести. Как ваше ведроство вовлекает граждан в это электронное взаимодействие? Действительно, в условиях такого стремительного развития интернет-технологии, цифровизации искусственного интеллекта, приоритетом клиента-ориентированности становятся формы взаимодействия с населением, предполагающие дистанционное, заочное, интерактивное и любое другое удобное гражданам взаимодействие, исключающее финансовые, временные и транспортные затраты. Дальше, расширение спектра электронных услуг. Вот на самом федеральном портале госуслуг, на сайте пенсионного фонда, использование мобильных приложений, гостевых компьютеров. Все это, конечно, способствует активизации дистанционного взаимодействия. Наш приоритет — это электронные госуслуги, даже открытие центров обслуживания СИА, то есть единая система идентификации, аутентификации, подтверждение статуса гражданина, чтобы он мог воспользоваться личным кабинетом любых услуг на сайте российском. Открытие этих центров, обслуживанных в органах пенсионного фонда, в свое время было, в принципе, правильной и актуальной задачей, потому что без открытия этих центров достижение показателей, это 70% госуслуг в электронном виде, для любых органов государственной власти, наверное, было бы неподъемной задачей. У нас за два с половиной года, между прочим, в органах пенсионного фонда получили подтверждение учетной записи более 550 тысяч граждан, а это больше 35% от всех граждан, имеющих подтвержденную учетную запись в принципе в Российской Федерации. Еще хочу отметить, что отделение пенсионного фонда делает все возможное для того, чтобы как раз-таки оказывать эти услуги дистанционно, без визита в органы пенсионного фонда. У нас в республике еще с 2013 года работодатели предоставляют пакет документов на граждан, на всех работающих, для того, чтобы назначить им пенсию. Еще за год до наступления календарной даты выхода на пенсию. Это позволяет нам, органам пенсионного фонда, в свое время наносить корректировки и в базу данных персцирного учета. Дальше мы участвовали в пилотном проекте по назначению пенсии по данным персцирного учета. Когда вы в личном кабинете видите информацию о своих местах работы, вы согласны с тем, что там все отражено, но, в принципе, этого достаточно. Зачем подавать за вас пакет документов? И вот этот вот как раз использует эту технологию, разумеется, отказом от бумажных носителей, она как раз и привело, между прочим, к тому, что у нас в республике 93% заявлений по назначению доставки пенсии подается именно в электронном виде. Дальше для удобства граждан. Вот именно в республике Тарстан мы открыли центры-консультационные пункты в органах медико-социальной экспертизы. Мы также их оборудовали центрами обслуживания СИЭ, чтобы там же подтверждать личность граждан. Это как раз таки тоже нам позволяет заявление и на временную денежную выплату практически 87% получать в электронном виде без, получается, личного участия граждан в данном вопросе. Так, совсем забыл про терминалы виртуальной клиентской службы. О них я уже много раз рассказывал в этих стенах. Мы в том году действительно их немножко усовершенствовали, создали последнюю, можно сказать, флагманскую версию 4.0 с функцией, опять-таки, идентификации граждан через одинную систему идентификации и аутентификации, зеркальным отображением экрана от клиента, оператора контакт-центра. Это очень удобно, позволяет в режиме онлайн консультировать граждан даже на том же самом сайте Пенсионного фонда Российской Федерации при выборе неопределенной сервиса или услуги. И самых популярных — это приложение, мобильное приложение Пенсионного фонда. Сегодня вот когда у всех сотовый телефон, причем это не сотовый телефон, это, наверное, даже компьютер в кармане, вот не использовать его, точнее сказать, надо именно использовать его для активизации взаимодействия с населением, а у нас общедоступное мобильное приложение Пенсионного фонда. Сегодня можно скачать на самых распространенных в Российской Федерации мобильных операционных системах iOS и Android. В приложении Пенсионного фонда можно узнать состояние своего персцердного счета, так как там содержится информация вот об этих индивидуальных пенсионных коэффициентах, пенсионных баллов, стажей, полагающихся и производимых выплатах гражданам. Там же есть, получается, история обращения, там есть пенсионный калькулятор. У нас моменты его активизации это мобильное приложение скачали 600 тысяч раз. Вот у вас есть мобильное приложение? Обязательно скачайте, будет 600 тысяч один. Это, конечно, шутки, но, Екатерина, девушка молодая, наверное, вряд ли забудьте о том, что будет лет через 30. Но забудьте о своем будущем, надо именно сейчас. Возможности личного приема все-таки сохранились? Можно к вам обратиться? Да, с учетом специфики приема, вот именно граждан, пенсионеров, инвалидов, личный прием всех тех, кто желает, он, конечно, остается актуальным. И наш принцип приема до последнего клиента, допустим, вот в прошлый год у нас зарегистрировано где-то миллион обращений граждан, из них 470 тысяч – это за госуслугами, 123 тысячи за справками и документами, 174 тысячи за консультацией и где-то 240 тысяч по другим вопросам. Между прочим, 2018 год, он ведь был ознаменован новыми принципами клиента-ориентированности, это экстерриториальность и жизненная ситуация. То есть с 1 февраля 2018 года граждане могут обращаться в любой территориальный орган пенсионного фонда, в любой многофункциональный центр, независимо от местного проживания, пребывания, наличия организации. А в территориальных органах пенсионного фонда организован прием в одно окно по нескольким вопросам, по принципу жизненной ситуации. Отдельно хочу обратить внимание, что мы не допускаем превышения времени приема, нормативного в 15 минут. Это удается достигать путем использования предварительной записи, а также заказа справок и документов с их последующей выдачей вне очереди. То есть мы постарались популяризировать эти сервисы в СМИ, в счетах, фактурах, при выдаче визитки, при доставке пенсии. И граждане с удовольствием выбирают удобную им дату и время приема. Нам удается таким образом упорядочить прием, сориентировать граждан к приходу к определенному времени. И, для примера, по итогам 2018 года где-то 550 тысяч граждан они воспользовались услугой предварительной записи на прием и заказа справок и документов. Между прочим, согласно системе ваш контроль отделение по республике Тартан стабильно занимает высокие показатели по уровню удовлетворенности граждан. По итогам 2018 года уровень удовлетворенности граждан к качеству госуслуг у нас 98,43%. Как вы знаете, повышение пенсионного возраста будет поэтапным, плавным в этом году. В этом году женщины, достигшие 55-летнего возраста и мужчины, достигшие 60 лет, у них возраст выхода на пенсию перемещается на полгода. То есть, скажем, женщина будет буквально в январе отметила свое 55-летие и на пенсию наводят, получается, в июле 2018 года. Но, опять-таки, должно быть выполнено еще два дополнительных условия у нее. У нее должен быть выработан необходимый минимальный стаж и набрано минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов в пенсионных баллах. В 2019 году это 10 лет стажа из 16,2 пенсионных баллах. Если по каким-то причинам гражданин эти баллы и стаж не добирает, то пенсия в странном будет назначена, только это будет пенсия социальная, которая назначается на 5 лет позже. На пенсию также выйдут досрочники, то есть лица, которых повышение пенсионного возраста не коснулось, лица, работающие с вредными, опасными условиями труда, представители коренных малочисленных народов Крайнего Севера. У нас появилась новая категория. Это лица, которые имеют право выйти на пенсию. Раньше женщины, родившие 3 и 4 детей. Женщины и мужчины, имеющие большой страховой стаж. То есть женщины, имеющие 37 лет стажа, и мужчины 42. Эти стажи смогут выйти на пенсию на 2 года раньше в общеустановленном пенсионном возрасте. Но, получается, в 2019 году это просто будет без увеличения 55 лет для женщины и 60 лет для мужчины. По поводу новой категории льготников я также хотела поговорить про предпенсионеров. Если у пенсионеров есть справка и удостоверение, что делать предпенсионерам? А между прочим, предпенсионерам справка никак не влияет на получение, будем так говорить, льгот, потому что между пенсионным фондом и ведомством налажено электронное взаимодействие. То есть на сегодняшний день все государственные органы получают информацию о статусе предпенсионера путем электронного запроса из органов пенсионного фонда. Но пенсионный фонд также пошел дальше. Он разрабатывает систему, позволяющую получать эту информацию о статусе тем же организациям, которые не имеют доступа, предположим, к базе данного пенсионного фонда. То есть с этого года мы начинаем пилотный проект. Это цифровая социальная карта, которая позволит социально ориентированному бизнесу инвестирует граждан как пенсионеров. Это же касается аналогичных функций, будет выполняться и по предпенсионерам, которые, соответственно, с новым законодательством полагаются различные дополнительные льготы. Цифровая социальная карта будет реализована, точнее сказать, реализована в мобильном приложении и содержит информацию о статусе гражданина в виде уникального QR-кода. То есть считывание QR-кода с экрана смартфона позволяет определить право граждан на получение различных скидок, льгот и других преференций, представляемых не только государственными органами, но и коммерческими организациями. То есть предполагается, что считывание QR-кода позволяет определить статус граждан на скидки, будем сказать, в магазинах, других персонализированных предложений граждан пенсионного и предпенсионного возраста. В 2018 год также было знаменовано новшество в использовании материнского капитала, но при каташтанце оформили ежемесячные выплаты. Я для начала хотел отметить, что в июне мы вручили юбилейный 250-тысячный сертификат на материнский семейный капитал. А вообще у нас в прошлом году действительно появилось еще и два новых направления использования средств материнского капитала. Это возможность направить средства материнского капитала на как раз-таки ежемесячную выплату, но если доход ниже полтора прожечного минимума пенсионера, и на оплату услуг по присмотру и уходу с детьми, в том числе частными. В итоге у нас в Тарстане порядка 4 тысяч граждан, семей отправили средства на оплату детского сада и сли. Это о чем говорит? Это говорит о том, что направление использования средств материнского капитала на оплату и сли и детского сада оказалось востребованным населением. Что касается ежемесячных денежных выплат, то у нас желающих больше 350. Но вообще хотел обратить внимание, что за все время действия программы материнского капитала дополнительные меры и государственные поддержки в республике получили более 264 тысяч семей. Это колоссальная цифра. Между прочим, с момента реализации программы рождаемость вторых и последующих детей в республике Тарстан увеличилась на 20%, и она продолжает увеличиваться. Я отмечу, что сама программа материнского капитала продлена до 2021 года. И следующая индексация размера материнского капитала семейного в следующем 2020 году. И после этого материнский капитал составит 470 тысяч 241 рубль. Так что у тех семей, которые ждут пополнения, точнее сказать, второго ребенка, есть вся вероятность успеть реализовать его в рамках этой программы. По поводу реализации программы цифровая экономика Российской Федерации хотелось спросить, как ваше отделение внедряется в эту работу? Действительно, вот этой программой цифровая экономика определены цели, задачи, направления и основные мероприятия государственной политики по созданию в России условий для развития именно цифровой экономики, в которой именно цифровые данные становятся основным ключевым фактором для развития в любом сфере социально-экономического развития. Пенсионный фонд не может оставаться в стороне, но я, наверное, отмечу на основные наиболее два знаковых проекта в данном направлении реализованных это Федеральная государственная информационная система, Федеральный реестр инвалидов и Единая государственная информационная система социального обеспечения, ЕГИСО. У нас, между прочим, в том году на основании данных Федерального реестр инвалидов назначилось 87% назначений пенсии и наша задача, конечно, полностью исключить опять-таки бумажный документ оборот в рамках пилотного проекта опробируется возможность еще и получения данных об инвалидах путем широкоформатной рассылки результатов о свидетельствовании в органах медико-социальной экспертизы. В прошлом году расширилась перечень поставщиков информации, объем передаваемых сведений в реестр, расширился и личный кабинет путем-то по тематических формул. В принципе, по форуму интеграция произошла фри ЕГИСО и ЕГИСО. И забыл сказать, что ЕГИСО вступило в промышленную эксплуатацию с 1 января 2018 года. На портале открыт личный кабинет, который позволяет пользователям видеть меры социальной поддержки, права на их реализацию, а для власти всех уровней видеть унифицированную информацию о них в электронном виде. Помимо этого, на сайте ЕГИСО открылся новый сервис, это так называемый социальный калькулятор, который позволяет гражданам на основании индивидуальной информации и уже присвоенных в системе социальных статусов определить право на различные социальные льготы и услуги. Вообще, сам по себе, реализация этих проектов — это ЕГИСО и Федеральных проектов и Федеральный реестр инвалидов — наглядно демонстрация того, что Пенсионный фонд способен решать широкомасштабные проекты. Спасибо вам большое. Хотелось еще уточнить, куда можно обращаться за консультацией на территорианском? Последний вопрос. Номер контакта центра отделения легко запомнить. Это 27 9 27 27. Он востребован жителями Казани и республики. В том году у нас обслужило 160 тысяч граждан Казани. И хочу напомнить, что для тех граждан, которые по каким-либо причинам не смогли дозвониться, у нас действует функция обратной связи. То есть, даже если звонок был произведен в нерабочее время или не дождались ответа, то оператор сделает обратный дозвон и ответит на все интересующие вопросы. Также у нас функционирует автоматическая голосовая система самообслуживания, которая позволяет гражданам с помощью голоса самим выбрать интересующую тематику, найти ответы на типовые вопросы, узнать о месторасположении, графике и времени работы территориальных управлений. Разумеется, мы представлены в социальных сетях. Facebook, ВКонтакте, YouTube, Twitter, Одноклассники. Всегда можно узнать о любых изменениях законодательства, но еще и можно ведь задать вопрос и получить ответ онлайн. Татар-Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности.